ну что ж здравствуйте дорогие друзья с вами шеф-повар антон каллер вот сразу хотел поблагодарить компанию метро которая предоставила продукты и мы сегодня с моим отцом очень вкусно поужины ну вот я надеюсь что мы вас немножечко и повеселим и конечно научим готовить очень вкусное популярное потрясающе интересное блюдо венгерской кухни которая называется паприкаш готовить будем сегодня его ну исконно как его действительно готовили на открытом огне в казане так и вы действительно и приготовили но для начала надо разжечь огонек здесь у меня уже все подготовлено дровишки есть бумага есть поэтому только разжечь огонь ну что как наш костер потихонечку разгорается хорошо используем березовые дрова вот специально заранее их накололи дадим хороший огонь в самом начале потому что очень важно чтобы казан хорошо разогрелся мы будем в самом начале обжаривать разное мясо вообще изначально паприкаш он готовился что это вообще такое но самом названии подсказка потому что паприкаш это паприка от слова паприка используется очень много сладкой паприки причем не путать именно с болгарским перцем так как он может туда добавляться но и не обязательно изначально паприкаш готовился из белого мяса то есть это могла использоваться телятина ягненок птица даже бывает рыбный то есть можно сделать из морской белой рыбы и будет тоже очень вкусный паприкаш конечно сегодня авторская кухня и я хочу сделать достаточно насыщенный вкусный то что вы потом дома повторили искали да это я готов есть каждые выходные сегодня мы будем добавлять красные сорта мяса у нас будет присутствовать и говядина и свинина и это конечно немножко мы отходим от рецептуры но этому место есть быть вы все знаете есть такое блюдо как гуляш венгерский гуляш и они очень похожи по сути потому что и там и там тушится мясо добавляются овощи но в классике паприкаш это все-таки мясо тушеное в сметанном соусе с паприкой причем сметану добавляют для того чтобы паприку немножечко пригасить чтобы она немножко не была такой настолько ярко выраженной и сметану раньше не добавляли дело в том что когда блюдо появилось а тогда еще было австро-венгерская история вся и добавляли только паприку и блюдо настолько стало популярным в 19 веке начали добавлять сметану и благодаря сметане появился действительно потрясающий вот этот нежный вкус паприкаша далее это блюдо стало настолько известным и вот как раз 19 веке она попала во францию один известный шеф-повар ресторана монте-карло именно ресторан монте-карло он там впервые приготовила мишлен все и блюдо популярны сразу на весь мир так ну что ж у нас уже огонь разгорелся дадим немножечко прогореть пусть он пока горит а мы пока познакомимся с продуктами которые мы будем использовать сегодня для приготовления нашего блюда но конечно чтобы вас не тонить как этот паприкаш я все зарезал нарезал заранее почистил картошечку нарезана обратите внимание достаточно очень крупно ведь в классике паприкаш обычно используется мясо лук морковь сметана и паприка все остальные овощи которые там могут присутствовать болгарский перец который у нас сегодня будет томаты сельдерей немножко чесночка много зелени и это очень важно потому что зелень это действительно основа подачи она дает основной дальше вкус но по порядку давайте все-таки по порядку у нас здесь ассорти мясное мясо много напоминаю была доставка привезли мне привезла компания метро кошенкери все в упаковках замечательно все свежее вот сегодня как раз и буду радовать вас здесь у нас куриная грудка нарезана кубиком говядина мякоть это может быть оковалок это может быть лопатка но главное что это жесткие части мяса которые мы все равно будем тушить далее свиные ребра замечательно всегда люблю погрыть косточки плюс эти косточки они дают очень насыщенный вкус паприкаш потому что от них бульон будет более наваристый далее свинина это у нас шея и бекон сырокопченый это очень важно друзья не вареный копченый не сырой а именно сырокопченый он даст легкий аромат дымка и плюс за счет того что он сырой он начнет топить жир благодаря этому он будет еще более насыщенный ну конечно по классике лук морковка лучок у нас нарезан тоже очень крупно и он потом разойдется на такие слайсы далее томаты тоже крупная нарезка сельдерей перец зеленый красный болгарский чеснок очень важный момент чеснок у меня и порублен еще вот такими цельными зубчиками очень хорошо когда попадается зубчик прямо во время когда вы будете есть плюс два острых перца мы добавим в самом конце я их не буду резать для того чтобы у меня семенная коробка не повредилась и наш паприкаш не стал таким острым потому что если он будет очень острый дракон поселиться во рту вы не сможете его есть а хочется чтобы все как говорится насладились но еще раз повторюсь да картошка нарезаны крупно много зелени и зелень здесь такая здесь листья сельдерея петрушка укроп и так называемый нами всеми фиолетовый базилик который на самом деле называется риган а в природе говорят используется только зеленый базилик но и все же это специи действительно насыщенно и вкусно мы ее обязательно положим но и плюс 2 вот такие специи мы немножко добавим зиры кумин и чуть-чуть добавим паприки молотой но а в конце как всегда довести до вкуса добавив соль и перец и все изменится чтобы было свежего помола ну и сметанка конечно пожарнее так ну а у нас уже огонь хорошо прогорел уже мы можем отправлять наш казан так как казан у нас чугунный то конечно он имеет свойство ржаветь и как с этим бороться вы его можете конечно помыть желательно без моющих средств потому что чугун он как знаете тажин есть такое блюдо и есть такая посуда он с каждым разом когда вы в нем готовите он впитывает в себя вкус запах аромат чем старше чугун тем круче поэтому у нас всегда в реалитете это бабушкина сковородка на которой она всегда жарила ладушки блинчики картошку с салом да вот это все очень вкусно обязательно чугунная и и не надо мыть моющими средствами желательно просто посклести и помыть ее обычной губкой с водой так но ставим казан на огонь прогревается казан наливаем масло и в этом масле мы будем обжаривать разные виды мяса по чуть-чуть это очень важный момент не надо забрасывать сразу все иначе у вас будет мясо вариться а наша задача каждый кусочек закарамелизировать что такое закарамелизировать в каждом продукте у нас содержится сахара и эти сахара во время когда начинают нагреваться превращаются в карамель становится коричневый вот наша задача каждый кусочек мяса чтобы он стал коричневый тогда паприка будет более правильной и вкусной поэтому мы небольшими порциями будем обжаривать в масле кусочки мяса для того чтобы быстро уходила влага но если переборщить мясо дает сок и у вас уже она начнет тушиться вариться тоже неплохо ничего страшного нету если вдруг у вас так получилось не расстраивайтесь всегда можно исправить аккуратненько все убрали дали выкипеть бульону налили еще чуть-чуть масло и обратно отправили уже маленькими порциями мяса и все и у вас получится все как надо чугун чем хорош он долго разогревается и потом долго поддерживать температуру поэтому в самом начале мы даем хороший огонь а дальше в конце мы будем по чуть-чуть подбрасывать дрова поэтому всегда надо заранее запастись дровами вот у меня внизу тоже дрова уже я немножечко запасся положил чуть-чуть там пару полен именно чтобы вот можно было подкинуть процессе друзья сейчас самое время готовить потому что уже холода пошли да уже нету той летней жары а хочется как-то продлить еще сезон и конечно я знаю что регулярно проходят мастер-классы и все готовят тут дома то там в каких-то студиях очень много профессионалов многих шефов я сам знаю лично но мне хотелось сегодня подарить вам немножечко чуточку вот этой свежести природы и конечно вкусного блюда с дымком так ну что ж начинаем отправлять мясо в принципе алгоритм какое мясо вы будете бросать первым неважно но я всегда начинаю именно с говядины небольшими порциями как я вам и сказал как проверить что масло разогрелось возьмите одну куточку ребра опустите ее массу если зашкварчало все значит уже пора можно уже отправлять вот уже у нас получились вот такие вот кусочки то есть вот мы обжариваем именно вот до такого золотистого цвета и вот как вы видите жарим небольшими порциями это очень важно чтобы как раз у нас мясо успевало выпаривать влагу и покрыться вокруг корочки еще очень важный момент чем чаще вы мешаете тем больше блюдо начинает тушиться чем реже вы его мешаете тем больше она будет жариться так ну все здесь тоже порция готова снимаем ее так дальше направляем свинину так дальше мы отравляем ребрышки достанем и добавим еще маслица потому что мясо масло съела еще приготовление этого блюда я лично считаю что ребрышки и кости это важный обязательный атрибут приготовления потому что в них очень много именно на вкуса когда кости начинают обжариваться они придают даже мать такой оттенок не то что мясо ореховый ореховый оттенок очень здорово это я все время вспоминаю одного известного шефа вы все его знаете поль батюс вот он всегда говорил что самое главное в приготовлении любого блюда это курска и я с ним согласен вы знаете действительно так оно и есть это мы сейчас еще немножко потоним обжариваться ну что ребрышки тоже подрумянились вот у нас появился колер чудесный все мы снимаем мы обжарили все мясо и теперь мы отправляем овощи первое что мы отправим сейчас мы зажарим лучок для этого нам надо хорошенечко сейчас разогреть казан прям поднять ему температуру я сейчас бросил дровишки чтобы опять раскалить казан как только он сейчас разогреется отправим лук и уже начнем в принципе алгоритм действия забрасывать постепенно овощи у нас остался из мясных продуктов бекончик и мы его отправим в тот момент когда будем обжаривать лук то есть у нас будет жариться лук отправим ему бекон это получится практически ну вот те кто вот с украины точно знают я получит эти шкварочки с лучком о красота все это очень вкусно во время готовки надо кусочник вот это вот то что сейчас происходит видите да немножечко масса кипит мы жарили достаточно много мяса и в нем содержится влага при сильной температуре от влага конечно максимально испарялась но часть все равно уходила как бульон вот мы сейчас ждем когда вся эта влага она перестанет кипеть выпариться но после этого мы начнем отправлять лук лук мы тоже будем отправлять порциями то есть еще чуть-чуть 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 пока вес не уйдет вот уже практически перестала кипеть сейчас добавляем лучок лук нарезали для тех кто только подключился нарезали крупно то есть он у нас получается такими шашками он сейчас у нас вес там и распадется все отправляем лук зашкварчал лука надо много добавлять потому что он когда обжарится он может сказать в этом блюде растворится но он даст потрясающий вкус и аромат поэтому лука не жалеем добавляем прямо от души вот мы уже обжарили все виды мяса сейчас мы обжариваем лук и к нему в этот момент отправляем бекон так пришло время добавлять постепенно специи мы добавляем немного зиры для вкуса а и добавляем также паприку очень действительно вкусная специя и и добавляется достаточно много она и входит в название между прочим самого блюда луку отправляем нарезанный чеснок у нас тут чесночок рубленый и чеснок вот такими цельными головками 50 на 50 отправляем сюда отправляем нарезанные крупно томаты и стебель сельдерея добавляем картошку это один из продуктов который паприка добавляется исключительно в качестве гарнира так чтобы блюдо все-таки было не только мясным но и сытным но это пожелание то есть можно в картофеле можно без но я рекомендую потому что картофель абсолютно его не портит добавляем дальше болгарский перец зеленый красный а что картофеля нет в аутентичном блюде гуляш есть паприка шне там только мясо лук и морковь и картофель он начал появляться уже позже но в этом нету ничего плохого потому что очень многие его а ели в прикуску потому что точно так же во всех странах где пастуки придумали много блюдо например знаменитая французская пондиум который у нас это изысканно блюдо там это встретились три пастуха у одного сухой кусок хлеба чуть уже не заплесневел до сыр практически до рублю но не только вот какой-нибудь такой 50 процентов жирности и немножко белого сухого вина вот была бутылочка они все это разначь сыр туда венца растворили скипятили котелок расплавили сыр и макали дружно эти кусочки хлеба в этот сыр а получилось то какое потрясающее блюдо вот собственно здесь практически так же пастухи собрались каждый принес кто что смог вот быстро это все потушили очень много популярных блюд именно которые готовятся с помощью тушения когда вы все вместе объединили потушили а это прям на пальчики обуви ну что у нас там с огнем вот мы сейчас немножечко еще подкидываем для того чтобы дать жар потому что мы добавили сейчас воды наша задача чтобы сварилась немножко картошка и вот в этот момент очень важно когда мы уже забросили почти все овощи почти все овощи правильно сказал надо посолить не солить а посолить то есть нам надо немножечко добавить соли для чего мы это делаем чтобы картошечка была вкусная чтобы овощи немножко впитали вы не забывайте момент когда будет готовиться влага испаряется если посолить от души сразу то у вас будет пересол уже в самом конце мы этого не хотим поэтому конечно посолим чуть-чуть мы сейчас ждем у нас немножечко все должно подкипеть вот она уже начинает с краев закипать но нам надо дождаться когда пойдет основное бурление и в этот момент мы начинаем закладывать мясо ну а сегодня мы готовим потрясающе вкусное блюдо венгерской кухни причем появилась она еще когда была австро-венгрия и в тот момент начали добавлять в это блюдо в 19 веке начали добавлять сметану и мы сегодня тоже добавим потому что сметана делает более мягкий вкус паприки потому что паприкаш название собственно от самого своего паприка ее здесь много а вот болгарский перец не обязательно должен присутствовать но мы его сегодня положили сегодня авторская кухня и мы сделали действительно насыщенно очень много овощей у нас есть и сельдерей и морковка и болгарский перец и лук и чеснок и картошка есть и вот сейчас у меня уже хорошенечко все кипит действительно мы можем потихонечку добавлять виды мяса которые мы заранее обжарили у нас здесь находится говядина которая в оригинальном рецепте конечно паприкаш не шла дело в том что паприкаш состоял именно из белых сортов мяса это была телятина ягненок птица это можно было приготовить из белой рыбы тоже я наверно упрощу себе жизнь блюдо действительно почти готово ему надо потомиться чтобы мясо стало более мягкой чтобы от косточек мясо отходило что говядина таяла во рту сейчас самом конце добавляют два чили перца один из них 3 я попробую на остроту они не очень острые средней остроты но больше к вас не буду главное резать не надо чтобы семена и коробочка не была повреждена иначе блюдо будет очень острым бросаем прям вот как они есть раз и два в самом конце у меня находится вот здесь вот зелень это листья сельдерея укроп петрушка и фиолетовый базилик который называется орегано мы сейчас всю эту зелень замешаем также добавим сметану так я сейчас быстренько достану перцы перемешаю сметану чтобы она у нас и вот тут очень важный момент теперь это уже практически последние штрихи мы перемешиваем объединяем как говорит один знакомый шеф-повар я уверен вы все знаете надо зелень поженить вот перемешать и и все и мы добавляем ровно половину зелени в блюдо половину мы оставляем на подачу уже в тарелке приближаемся к финалу я так понимаю что ты успел дорогой на самом деле мы действительно уже у самого финала потому что ну дальше смотреть будет нечего в силу того что я закрываю это все крышкой и еще минутчик десять на медленном огне мы это потомим под закрытой крышкой в общем то в конце когда я уже сниму крышку я перемешаю доведу до вкуса соль перец и блюдо готово я еще раз хотел бы поблагодарить компанию метро за то что предоставили очень свежие вкусные действительно продукты привезли мне вот можно сказать вот так вот по щелчку я только отправил рецепт и уже их привезли благодаря им сегодня и прошел этот замечательный мастер-класс за что я очень благодарен и надеюсь это не последний мастер-класс и мы с вами еще обязательно увидимся и готовим что-нибудь еще очень интересно вот хорошего вам вечера на кому-то утра потому что у всех разные пояса кому-то дня готовьте с удовольствием подписывайтесь на меня в инстаграме и друзья делайте это с любовью а если что-то не будет получаться я вам всегда помогу все до свидания